как скачать и настроить программу bandicam это одна из самых популярных программ для записи видео с экрана на сегодняшний день так поехали также друзья я вам рекомендую посмотреть вот это видео тут интересно итак друзья мы находимся на официальном сайте разработчиков программы bandicam также на этом сайте вы можете почитать более подробную информацию о данной программе друзья ссылку на официальный сайт программы bandicam я оставлю в описании под видео заходите в описании под видео переходите по ссылке скачиваете программу bandicam смотрите мое видео и настраиваете программу ну а мы друзья давайте перейдем непосредственно к скачиванию программы bandicam итак друзья перед нами есть две версии программы бесплатная версия программы и полная версия программы чем они отличаются если вы скачаете бесплатную версию программы bandicam то перед вами возникнут небольшие ограничения а именно у вас будет возможность записывать экран продолжительностью не более 8 минут то есть накладывается ограничение на 8 минут также у вас внизу экрана будет watermark bandicam если вы захотите скачать полную версию программы то соответственно вам придется немножко раскошеливаться также вы конечно можете в интернете найти пиратскую версию программы но я против я уважаю труд разработчиков программного обеспечения так что сумма за программу небольшая 39 долларов и перед вами открываются прекрасные возможности делать запись с экрана без всяких ограничений мы нажимаем бесплатное скачивание сейчас начнется загрузка установщика установка программы bandicam совершенно обычно не требует никаких там супер знаний так что я пропущу этот момент вы скачали установили и давайте непосредственно перейдем настройки программы bandicam итак друзья после того как вы прошли процедуру установки программы bandicam давайте перейдем непосредственно к настройке самой программы запускаем программу bandicam обратите внимание на вкладку домой основные видео изображения и о программе вот здесь мы как раз сейчас поработаем с данными разделами но перед тем как мы начнем настраивать программу bandicam я прошу обратить внимание на правую нижнюю часть экрана как мы видим красный значок сигнализирует нам о том что запись экрана сейчас ведется если у вас этого значка нет то вам необходимо настроить отображение значков правой кнопкой мыши щелкаете по панели задач переходите в параметры панели задач здесь прокручиваете немножко вниз и нас интересует пункт область уведомлений выберите значки отображаемые в панели задач windows нажимаем на эту ссылку обратите внимание на программу bandicam если мы выключим то значка нет если включим значок появится сейчас я веду запись через программу bandicam и значок у меня соответственно красным если я нажму на стоп то значок здесь будет зеленый просто это для справки друзья ну что перейдем непосредственно к настройке программы bandicam и так первое что нам необходимо сделать это зайти в основные настройки программы переходим на шестеренку нажимаем и мы видим папка вывода это та папка куда и будут сохраняться все наши видео файлы если я сейчас нажму стоп то файл автоматически попадет в эту папку ее можно открыть прямо из программы нажимаете открыть и вы автоматически попадаете в свою видеотеку эту папку естественно можно изменить по умолчанию если вы хотите чтобы все ваши видео выгружались например на другой локальный диск вы нажимаете на вот эти три точки и указываете ту папку в которую гружать ваши записанные ролики например новая папка и автоматически все видео будут складываться в эту друзья также обратите внимание на вот эти три настройки запускать bandicam вместе с windows это означает когда вы запустите свой компьютер или ноутбук программа будет запускаться вместе с windows и вот здесь всегда будет значок запускать bandicam свернутым в трей это означает программа будет запущена но не вот так а свернута в трей и друзья обратите внимание на настройку bandicam всегда поверх других окон давайте я вам продемонстрирую как это работает например мы сейчас откроем параметры bandicam всегда поверх других окон если я поставлю эту галочку и нажму на параметры то как мы видим программа никуда не исчезает то есть он поверх всех окон если я сниму галочку и нажму на параметры например то bandicam исчез надеюсь это было понятно следующей настройкой программы bandicam будет запись по расписанию если мы перейдем в настройки записи по расписанию есть также список запланированных записей можете добавить свою запланированную запись нажимаете добавить и вы можете указать с какого времени начать и остановить запись также вы можете конкретно указать продолжительность записи я проверял запись по расписанию отлично работает так что дерзайте друзья также здесь есть раздел автозавершения записи если мы перейдем в эти настройки то здесь также вы можете установить условия при которых запись экрана будет остановлена например если вы выделите чекбокс по размеру файла то например у вас есть запланированная запись и если она превысит 100 мегабайт а она будет автоматически завершена при достижении отметки в 100 мегабайт друзья с основными настройками мы разобрались давайте перейдем на вкладку видео и поговорим что здесь находится и так старт стоп горячая клавиша что это значит например у меня настроено что если нажму функциональную клавишу f12 на клавиатуре у меня автоматически пойдет запись если я хочу нажать паузу я поставил себе клавишу f11 вы можете поставить себе абсолютно любую клавишу если вы показываете какие-то действия на мониторе и с помощью записи экрана и выкладываете это например в youtube обратите внимание чтобы у вас стояла галочка показывать курсор у меня было такое что записал одно крутое видео а курсора на видео так и не оказалось потому что у меня не стояла галочка эффекта щелчков мыши я надеюсь здесь объяснять вам ничего не надо добавлять видео с веб-камеры если у вас есть веб-камера на нажимаете добавлять у меня веб-камеры нет я сейчас сниму эту галочку и мы продолжим теперь мы переходим непосредственно форматом и настройкам самого разрешения записи fps и так далее обратите внимание на в шаблоны если мы нажмем на кнопку шаблоны здесь есть уже заготовленные шаблоны youtube twitter full hd 720p и 480 пикселей также вы можете задать свои размеры записи экрана давайте перейдем настройки и обратите внимание вы можете выбрать формат файла media контейнер у меня стоит mp4 я также рекомендую вам оставлять данный формат размер у меня full hd fps вы здесь можете задать свой fps кодек я оставляю h 264 и качество я выставил сто процентов вы здесь можете как выбирать из списка также указывать произвольное качество например 56 процентов и так далее у настроек fps есть свои настройки если вы нажмете на три точки вы попадаете настройки fps если ваш компьютер слабенький то вы выбираете sfr если после того как вы начали процесс записи с экрана и ваш кодек не инициализировался вы можете поменять кодек выбирайте здесь другой кодек пробуйте начать запись друзья но давайте перейдем к следующей вкладке эта вкладка логотип здесь вы можете добавить произвольно свой логотип и он будет автоматически подставляться в каждый ваш видеоролик давайте перейдем на вкладку текст здесь также определенные настройки вы можете накладывать текст на видео если поставите галочку перед вами открывается редактор наложения текста здесь вы указываете свой текст например привет некоторые используют номер телефона или другие какие-то контактные данные данный текст вы можете выровнять по левому краю по правому краю и по центру естественно вы можете поменять шрифт данному тексту задать размер применить какие-либо другие настройки к данному тексту и нажимаете ok вы можете добавить еще один текст уже другого содержания также поиграться с его настройками после этого вы нажимаете кнопку ok данный текст у вас будет отображаться на видеоролике мне эта функция не нужна я выключаю добавить наложение текста на видео и нажимаю кнопку ok друзья у нас практически все готово к первой записи нашего естественно самого первого видеоролика с помощью программы bandicam нам осталось зайти во вкладку домой и выбрать режим записи у меня сейчас стоит запись экрана полный экран соответственно все что на экране у меня записывается друзья если вы выберете режим захвата прямоугольная область то все то что попадет в данную прямоугольную область и будет записано соответственно программой bandicam данную прямоугольную область можно расширять я сейчас не могу никак показать как это работает но поверьте вы разберетесь с этим сами друзья этих базовых настроек достаточно для того чтобы начать свой первый захват экрана с помощью программы bandicam надеюсь урок был полезен ставь жирный лайк и подписывай